здравствуйте дорогие друзья с вами программа философские заметки и их ведущий я дмитрий круглых и сегодня мы с вами поговорим про такой феномен 12 века философии 12 века как испания это отдельный регион философский тоже очень религиозный в 12 веке как и многие другие регионы и который конечно же очень тесно соседствовал с арабским миром что ему это дало арабскому миру точнее арабскому европейскому как раз миру от арабского и от иудейского то что именно испания становится той отправной точкой где начинают переводиться тексты с арабского языка на испанский а потом уже на латынь соответственно вот такая схема у нас получается потому что они эти тексты и аристотель в том числе очень много проходит вот такой путь непростой консервации то есть дать текста аристотеля платона они забываются ну где их сохраняет в арабском мире поэтому испания становится воротами к изучению аристотеля но с комментариями уже арабов поэтому благодаря испании в частности да и географическое положение испании это конечно позволяет и вот была такая школа талецкая школа переводов в талле да она находилась пи переводчиками она занималась переводами исламских и иудейских текстов кто там был то есть наш с вами сегодняшний персонаж это доминик гундисалинус ну его называют иногда диего гонзалес то есть его вот по-разному либо до доминик гундисалинус ну то тоже можете в интернете по-разному набирать может быть что-то и вам выдаст но лучше все-таки если вы захотите поискать о нем информацию лучше все-таки его забивать на иностранном языке потому что в на русском очень мало информации что мы про него знаем что он жил с 1126 года по 1151 год за эти года он сделал на самом деле очень большое количество переводов с арабских текстов но в отличие от других представителей талецкой школы переводов он делает собственное умозаключение то есть он начинает вообще задаваться вопросом а что же такое что же такое философия к как выстраивать как выстраивается вот эта вот дефиниция философии как вот эти вот разделение философии они между собой существуют и пытаются найти какие-то науки а то есть вот это вот очень было интересно кто там еще был это иоанн испанский он же иоанн сивильский жерар кремонский и майкл скотт соответственно да вот то что мы говорим если мы говорим да что было тогда до талецкой школы а до талецкой школы это было соответственно законсервированное такое ну это же не законсервирована а эклектичная выборка текстов то есть долецкая школа переводов она обладала ну каким-никаким но планом действий и планов переводов текстов с арабского иудейского языка и кстати даже говорят что гундисалинус он был соответственно доминико гундисалинус он был изначально иудеем то есть он перешел из иудаизм в христианство то есть но поговаривают что было было была такая история поэтому видимо ему тоже была близка вот эта вот вся философия и было скажем так очень важно и понятно именно вот как переводить с одного языка на другой то есть он видимо был внутри вот он был таким инсайдером вот в этом во всем деле поэтому здесь мы с вами это можем как рассказать и можем представить до него тексты они переводились очень эклектично очень выборочно и какой-то систематике в принципе особо не было вот считается что смотрите самая основная вещь которая у нас вообще была что аристотель да да допустим с 5 по 8 век они переводятся в восьмом веке на сирийский язык и даже в восьмом веке вот этих вот переводчиков которые переводят греческие тексты на сирийский язык а их вызывают в халифат в багдад для того чтобы разобраться вообще с ними вот это этот процесс происходит с 5 по 8 век то есть вот тогда для того чтобы с одного языка на другой все привести а во восьмом веке да то что происходит дальше уже с примерно 8 века начинается перевод с ассирийского языка на арабский с арабского уже дальше начинает переводиться не на латынь а на местные диалекты испанского языка а уже дальше с этого со всего с этих диалектов начинает переноситься именно с этих диалектов начинает переноситься именно уже на латынь. То есть, ну, я думаю, что вы знаете игру в испорченный телефон. Ну, представляете, да, что могло остаться от Аристотеля, когда он доходит в таком виде. Более того, каждый начинает свои какие-то трактовки, предлагает свои видения. Еще есть одна маленькая причина, такая странность достаточно, что в этот самый момент у арабских источников, у арабских комментариев, аристотилизм, он очень тесно начал переплетаться с неоплатонизмом. То есть, они их начали где-то путать, поэтому в аристотилизм начал проникать неоплатонизм. И вот уже, но дальше, да, надо отдать должное Толецкой школе переводчиков. Они переводили не только основные тексты, но они переводили еще комментарии арабов к тому, что писались. Поэтому благодаря ним нам известны, да, Аль-Фараби, Авицеэна, Аль-Газель, Авераэс, ну и так далее. Вот многие другие, они нам, соответственно, арабские комментарии, они, собственно, комментаторы, они нам известны. Вот, поэтому то, что мы можем сказать, и то, что мы знаем, это то, что Гундисалинус, он был, соответственно, таким вот независимым все-таки философом, и он старался, да, на основании того, что он переводил, то, что он знал, потому что знал он много, он старался переводить, точнее, старался писать самостоятельные работы. Одна из них называется как «Разделение философии», и где он писал о сотворении мира, о бессмертии души, то есть какие-то свои мысли, и о единстве. В чем оно вообще заключается? Во-первых, она как бы представляет из себя для того времени очень характерное соединение ремесла и науки. То есть под ремеслом мы можем понимать как искусство, так под ремеслом мы можем понимать, допустим, медицину. То есть медицина и поэзия, например, это были одно и то же. С какой-то практической современной точки зрения нам кажется, что вот где-то, где поэты, а где медики. А вот для средних веков это вот было, они примерно были на одном уровне. Поэтому здесь надо отметить такую деталь, что гундисалинус, он как бы немножко дает почву для того, что в последующем сделает уже Фома Аквинский, например. И так далее. То есть он как бы начинает вот эту уже плеяду, такой уже потихоньку, да, вот именно мне кажется в этот момент схоластика, она находится в самом таком апогее. Вот все-таки Фома Аквинский, как мне кажется, может быть кто-то со мной поспорит, но это мое мнение уже. Фома Аквинский это вот уже такая вершина. А вот здесь, да, но это и вершины в тот же сам момент закат, потому что понимаем, что Фома Аквинский вроде как боролся за все хорошее против всего плохого, а нет, как раз потом-то появились вот эти все суеверия, очень мракобесие началось прям очень активно проявляться. Поэтому вот сама работа, она очень тесна, разделение философии, она очень тесно связана с работой бойца. То есть Диего Гундисалинус, он, соответственно, дает вот такую вот отсылку, он дает фактически такую стату, да, он говорит о том, что было. То есть он говорит о том, что вот раньше и с переводами поступали точно так же, да, я вам напомню, что у бойца вот эта вот прекрасная дама, философия, которая приходит, чтобы утешить его в больнице, о, прошу прощения, в тюрьме, она приходит, у нее платье все оборвано, оторвано все. И вот Гундисалинус, он как бы то же самое делает, он говорит следующее, он говорит, что каждый от философии попытался урвать кусочек, а целую ее не может никто представить. И он говорит следующее, он пытается изложить краткое изложение мудрости, то есть он вообще начинает вообще с того вопроса, что такое философия, это на самом деле была грандиозная работа сделана. Вот когда спрашивают, да, что такое философия, и все начинают, ну, так, немножко ставить ступор и так далее. Я на своем канале, кстати, после каждого интервью, если вы замечали, гостям, которые приходят первый раз на мой канал, я обязательно задаю вопрос, а что же вообще такое философия? И вот он говорит о трех вещах, которые мы должны знать. Это первое, что такое мудрость, каковы ее части и какова полезность каждой из ее частей. То есть здесь очень важно определить еще полезность каждой из этой части. Итак, для начала, чтобы вот, да, то есть он задается этими вопросами, потом он как бы переходит немножко в другую область и немножко в другую сферу. Он говорит о том, что вообще-то надо разделить. Вот человек – это такое сложное существо, которое состоит из души и, соответственно, плоти. И вот каждый из нас, все люди разные, каждый из нас предпочитает одну вещь с другой. То есть, и почему так происходит? Потому что одни отдают предпочтение плоти, а другие – духу. Но здесь, понимаете, нет какой-то вот прям суперморализаторской такой, он по факту это говорит. То есть, одни люди довольствуются более какими-то духовными вещами, а одни люди довольствуются как раз более плотскими. Говорит, что в этом случае нет ничего плохого, потому что есть все-таки блага, да, которые ищут плоть. И они бывают трех видов. Первое – это то, что у нас обусловлено нашей природой, это все-таки благо, это вода и питье. То есть, для того, чтобы просто мы жили, чтобы мы существовали и так далее. То есть, для того, чтобы вы покушали, ну, нет ничего плохого. Либо то, что называется ремеслом, да, то есть, когда люди начинают заниматься медициной. Другие же, они, допустим, приятные. Допустим, например, красивая одежда, хорошая вкусная еда, секс, в конце концов, да. То есть, вот эти вот вещи, они, ну, даже секс, насколько я понимаю, что в сексе нет ничего плохого. Другая составляющая, к которой он приходит, он говорит, что когда некоторые вещи, они ищут, да, то есть, скажем так, некоторая плоть, я бы даже вот немножко по-другому сказал, некоторая плоть, она ищет вещей из любопытства, да, а как это оно будет? А что будет, если я переем? А что будет, если я вот какие-то вот таких вещей, я, соответственно, наделаю? Да, что будет, если у меня будет много-много денег и так далее? Вот это он уже говорит, что те люди, кто ищут такие вещи, вот они уже испорчены и они мирские, да. То есть, когда вот вы кушаете, сексом там занимаетесь, в принципе, все хорошо. Хорошо, но, понимаете, когда вы такой, знаете, какой-нибудь ловелас, дон-жуан и прочее, 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 то здесь, конечно, уже к вам будут вопросы, да, потому что дон-жуан откуда появляется? Ну, потому что им любопытно, ну, как вот с одной там девушкой, да, быть, а надо же много перепробовать и так далее. Вот с этой позиции он уже говорит, что ему это как бы непонятно, неприятно и мерзко. Дальше он говорит о том, что душа заботится о трех вещах. Итак, некоторые вредны, то есть, он говорит, например, моральные пороки, то есть, вот когда вы именно вашу душу вот этими тягостью к материальным вещам, вы их воплощаете уже в вашем духе, как некоторую такую аксиому. Другие, например, допустим, что тщеславны, например, мирская честь или магия, то есть, он говорит о магии, как о чем-то плохом, потому что эта штука вообще тщеславная, не потому что она против бога там и так далее, ну, то есть, он достаточно тоже передовой такой философ для своего времени. То есть, вот он достаточно это все неплохо так делает. Дальше он говорит о том, что, наконец, некоторые из них полезны. Какие вещи полезны? Это, соответственно, добродетели и стоящие науки. Что он понимает под стоящими науками? Под стоящими науками он понимает любые науки. То есть, понятное дело, что магия, алхимия, алхимии тогда еще не было, ну, вот в зачатке своем, суеверия и прочее-прочее, это на самом деле то, что делает вас тщеславным. Да, ну, представьте любую, допустим, ведьму из, допустим, ну, современного американского кинематографа, образ ведьмы. То там образ ведьмы, он будет такой очень тщеславный, потому что она упивается своей мощью, что она может сделать и так далее. Вот эта вещь как раз она у нас с вами встречается. А есть, конечно же, вещь, да, когда у нас есть стоящие науки. И стоящие науки он при этом ни в коем случае не делит на гуманитарные или, например, на технические. Такого разделения нет. Особо даже разделение ремесло и наука тоже вот в этом моменте пока еще нет. И он говорит о том, что нельзя быть добродетельным и при этом быть, ну, прошу прощения, тупым. То есть вы не можете быть добродетельным и тупым, и вы также не можете быть в знании и без добродетеля. Ну, вот здесь тоже, например, всякие разные профессора, которые расчленяют своих студенток и так далее. То есть вот это вот как раз знание без добродетеля. Очень хорошая такая иллюстрация, к сожалению, которая у нас с вами есть. Вот. И он говорит о том, что знание добродетеля – это вообще такие штуки, которые идут рука об руку, да. То есть, опять же, да, вот здесь такая фраза, что благими намерениями выложена дорога в ад. А почему она в ад выложена благими намерениями? Ну, потому что человек тупой, потому что он не совсем соображает иногда, что он делает. Вот здесь, в этом плане, это надо понимать. И он дальше пытается разделить науки на два типа. Он говорит, что науки бывают двух видов. Это человеческие и божественные. С божественными науками все понятно. Это, соответственно, то, что открывается человеку Богом, то есть Ветхий и Новый Завет. И признаком такой науки является то, что она представлена словами. Господь сказал то, Бог сказал это, Иисус сказал своим ученикам. То есть, это вот основные такие идеи. Дальше. Человеческая наука – это то, что достигается человеческим дискурсом. То есть, это, например, все искусства, которые называются свободными. И, как вы помните, в средние века существовало такое понятие, как «семь свободных искусств». Все-таки Де Доминик Гундисалинус, он предлагает следующее. Он говорит следующее о том, что, в принципе, любое ремесло, ну, за исключением магии, что любое ремесло, в принципе, можно назвать свободным. Потому что, так или иначе, это то, что нас делает свободными. Итак, гуманитарные науки, часть гуманитарных наук, она относится к красноречию, а другое – это уже к мудрости. Но при этом, смотрите, он не разделяет о том, что, например, гуманитарий – это вот просто болтуны и так далее. Он говорит, что это базис. То, как вы разговариваете – это базис, на котором уже дальше строятся ваши дальнейшие рассуждения, размышления и так далее. Мудрость же уже достигается благодаря этому базису. То есть, вы не можете без этого базиса никуда дальше пойти. Поэтому здесь нет еще вот такой, вы знаете, вот там претензии, что гуманитарии тупые, технарии тупые или еще что-то такое. Такого ни в коем случае нет. Грамматика, поэзия и риторика, для него закон, знание светского закона, что очень важно, он, кстати, очень много говорит о знании светского закона, они относятся как к красноречию, потому что позволяют говорить грамотно и красиво, и при этом еще все-таки быть свободными. Потому что если вы знаете закон, если вы знаете закон очень хорошо, то вы тогда будете свободным человеком. Дальше. Вот эти все вещи, они как бы приподнимают нашу душу над этим миром. То есть, она делает нашу душу более свободной и более близкой к Богу. И вот он ставит перед собой четыре задачи. То есть, вот главная задача, которая... То есть, он фактически говорит, что все на самом деле науки, они так или иначе принадлежат к философии. Вот без философии никуда. Это я в техническом вузе преподаю. Вот здесь будет такой вот вопрос, да, зачем технарям философия? Ну, потому что вот, в принципе, Доминик Гундисалинус, да, вот он тоже считал, что все науки, они так или иначе говорят, в принципе, о философии. То есть, вот все стремится в этом плане к философии. Итак, что у нас здесь с вами есть? Во-первых, Гундисалинус, он дает нам как раз определение философии. Таких определений у него шесть, где четыре взяты из того, что такое философия, а еще два сверху, они как, ну, некоторые такие следствия философии, которые у нас с вами есть. Вот давайте ознакомимся. То есть, он предполагает, то есть, он, представьте, он перевел все вот эти вот трактаты, он перевел все работы. И он примерно знаком, что говорил каждый из философов. И он становится в этом плане таким систематизатором. Он говорит, окей, у нас, значит, есть несколько определений философии, да, как таковых четыре. Нам с ними надо что-то делать, нам надо с ними что-то решать. Он говорит, первое, что философия, это есть ассимиляция человека с произведением создателя. Насколько это возможно для человека? Но смотрите, это же не будет как теология. То есть, смотрите, вы можете, условно говоря, подумать, да, по поводу того, что вот он что-то, вроде как, что-то перепутал. Вроде как, может, чувак про теологию говорит, не про теологию, он говорит, он говорит про философию. Когда вы занимаетесь физикой, когда вы занимаетесь математикой и так далее, которая показывает гундисолидность, когда вот эти вот у нас с вами вещи есть, это как раз приводит именно к встрече с какими-то вещами, которые не зависят от вашей воли. Вопрос тогда, чья это воля вот этих вот всех предметов существовать? Ну, то есть, когда вы встречаетесь, да, как субъект, который к какому-то определенному моменту начинает обладать собственной волей, собственной волей, и вы начинаете сталкиваться с другими предметами, с другими людьми, в конце концов. И вам захочется понять, а почему же это все произошло? То есть, вам захочется понимать вот эту вот самую причину. Вот поэтому он говорит о примирении человека и вообще мира. То есть, это в самом широком смысле это примирение человека и мира. То есть, вот что такое философия. Философия, тоже самое интересное определение, это изучение смерти. То есть, как мы подходим вообще к философиям. Дальше. Философия – это познание вещей человеческого и божественного в сочетании, в стремлении жить хорошо. То есть, это когда вы познаете уже этот мир для чего? А для того, чтобы жить лучше. Да, вы встречаетесь с этим миром не просто для того, чтобы его узнать, а для того, чтобы его сделать лучше. Дальше. И четвертое. Философия – это искусство искусств, ремесло, ремесел, и которое сама по себе является наукой. То есть, это можно так говорить о том, что это и искусство, и наука. Вот он об этом говорит. Вот это вот четыре как раз важных определения, которые это есть. И дальше, пятое определение, которое мы находим, это у нас с вами то, что как раз полное познание человека самого себя. То есть, то, что человек должен познать самого себя. И, конечно же, вот из этого определения, да, о том, что человек должен, да, познать самого себя. И философия – это наука о познании человека самого себя. Почему надо человеку познавать самого себя? Ну, потому что человек сам себя не знает. Он должен себя понять и с медицинской точки зрения, и с психологической точки зрения, с понятия души, и вообще, почему он появился здесь. То есть, в человеке содержится и определенное такое, действительно, соединение и духовного, и телесного, и божественного, и человеческого, и вечного, да, души, и конечного – это тело. И обо всем этом надо думать. Вот здесь появляется вот такая вот удивительная часть. Дальше, следующее, философия – это любовь к мудрости, да. То есть, шестое определение – это уже этимологическое, которое он берет из самого слова философия, да. И дальше он говорит о том, а кто тогда такой философ. Философ – это тот, кто ищет мудрость. Тогда мы с вами здесь должны задаться вопросом, а что же само по себе такое мудрость? Вот он пишет следующее, что мудрость может быть определена двумя способами. Во-первых, по ее истинной природе, а во-вторых, по ее действию. То есть, мудрость – это истинное знание первоисточников и вечных вещей. То есть, смотрите, что такое мудрость? Мудрость – это когда вы знаете и можете докопаться до первоисточника, до первопричины. И вот когда вы ее доходите, вот когда вы до нее достигнете, хотя бы своим каким-то рациональным таким мышлением, вы это можете помыслить, или вы это можете представить, вы уже все-таки мудры. Вы здесь будете таким образом составлять определенного рода мудрость. И дальше, да, а к чему мудрость движется, да? То есть, мудрость – это то, что присуще человеку. А значит, есть еще божественная мудрость, да, которую мы можем с вами назвать истиной. И истина – это то, что есть. И вот дальше мы уже здесь можем дополнить, что мудрость – это истинное знание о первом и вечном, о том, что о изначальном и вечном. И мудрость – это интеллектуальное понимание того, что истина и что ложна во всех сферах. То есть, смотрите, вы мудры, когда вы можете понять вот это. То есть, здесь очень важно понимать, что когда вы понимаете, что вот это истина, вот это вот ложна. Не просто на основании того, что вам так кажется, что у вас мнение такое или еще что-то, а когда вы можете это адекватно доказать. Когда вы можете это адекватно доказать. Когда вы все-таки применяете логику, потому что в первую очередь он говорит о логике. И вот как раз дальше он говорит, а как мы это вообще все сделаем. То есть, он говорит о том, что философия, в первую очередь, это попытка понять все, насколько это возможно вообще для человека. То есть, вот насколько человек возможен, возможно его существование, его пребывание в этом мире. Вот благодаря этому мы и уже сможем понять все. Поэтому надо определить. Он дает здесь определение в этом плане, что такое философия. А вот дальше он занимается тем, чем занимаются все схоласты, то есть деление. И здесь он разделяет на этом этапе философию на два момента. Он говорит, что да, философия – это единое целое, философия – это одно и то же, но при этом, при всем, философия, она должна делиться на теоретическую и на практическую философию. Практическая философия – это наше действие. Еще раз напомню, что в древнегреческом языке слово «праксис» обозначало социально полезное действие. Вот здесь продолжается вот эта вот трактовка «праксиса» как некоторого общественного полезного действия. И вот это вот то, что возникает действительно на практике. То есть то, что мы должны делать. То есть вот основная идея – то, что мы должны делать. Для чего? Для того, чтобы мир становился лучше. И второе – это теоретическая философия. Это то, что мы с вами пытаемся узнать и разобрать то, что и так известно всем. То есть он здесь ни в коем случае не выделяет, что одно что-то более важно, другое менее важно. Он говорит, что нет, это одно и то же. Но при этом, при всем, мы с вами должны понимать, что вот есть действие, а есть именно теория. И вот с теорией он как раз и говорит, что душа, она так или иначе, должна переходить к некоторой рациональной части. И вот это вот разделы теоретической философии, он дальше начинает про практическую философию. мы еще с вами поговорим. Хотя давайте, да, может быть, лучше даже будет начать с практической философии, хотя теоретическая, она чуть сложнее. Давайте все-таки тогда с теоретической начнем. Итак, теоретическая, она у нас с вами заключается в следующем. Что, во-первых, он говорит, что в теоретической есть два деления. Первое. Теоретическое знание – это то, что вообще имеет своей целью все, что не является результатом нашей воли или нашего желания. Здесь можно по-разному тоже так перевести. Такие вещи есть. Ну, почему вы хотите там супчик, например, желешечку? Ну, вот потому что они существуют как-то без вашей вообще воли, без вашего желания. Ваша воля и ваше желание – это приготовить. Значит, что вы при этом должны понимать? То есть он фактически, теоретически, он говорит о том, что существует, что есть. и то, что, скажем так, какое есть наше отношение в нашем сознании в отношении тех вещей, которые существуют. И вот он говорит, первое. Какие вещи у нас с вами могут быть, которых мы понимаем? То есть, что есть такое движение, которое не принадлежит нам самим. Здесь вы можете представить те примеры, которые он приводит. это боги, ангелы и так далее. То есть то, что вообще изначально является безвременем. То есть то, что находится в вечности. Дальше. Второе. Это то, что движение может принадлежать некоторой случайности. То есть вы должны понимать, что в мире существует определенная случайность. И вот этому вы тоже должны отдавать свое такое предпочтение. не так. Некоторые, что может вообще существовать без движения, это, например, причина. Понятное дело, что причина всего с точки зрения схоластики это бог. Вот этот вот бог, он все приводит как раз в причину. Или, например, единица. То есть вот для него это одно и то же. Но это существует без какого-либо движения, в отличие от нас самих. Дальше. Следующее. Некоторые, да, вот некоторые люди, они не могут себе представить, что вот есть что-то без определенного правильного такого стремления. Вот если хотите. Да, то есть вот некоторые, допустим, абстрактные формы, под абстрактные, то есть что-то существует как некоторые абстрактные такие формы, скажем так, квадрат. То есть мы смотрим на фигуру, вот я сейчас смотрю, на листочки свои, подсматриваю, но вот они имеют прямоугольную форму. Эта прямоугольная форма зависит от, не от моего влияния. То есть я могу посмотреть на этот листочек как на листочек, а я могу, условно говоря, от этого листочка абстрагироваться, и представить его как просто прямоугольник. О, наверное, существует прямоугольник. То есть, значит, мое сознание, оно будет отсылаться к идее того, что существует вот такая-то фигура. Вот такая-то фигура, и здесь она уже существует вне зависимости от того, хочу я или нет. Будет существовать. И дальше могут быть такие, ну, явление, понятие, да, как человечество. Вот оно существует само по себе, как видовое понятие, да? А почему оно вообще такое существует? Вот никто не знает, почему оно такое существует. Вот вопрос, почему у нас нет щупалец? Нет, здесь, конечно, наверное, какие-нибудь всякие, всякого разного рода эволюционисты бы ответили. Ну, вот тот же самый вопрос, да, почему у нас с вами щупалец нет? Почему мы с вами не живем, как черепашки 300 лет? Удобненько. Кто-то бы правил дольше, чем надо. Вот, и так далее. То есть, вот эти все вещи, они действительно у нас с вами проявляются. И вот дальше он, вот эти вот принципы, которые только что обозначил, он пытается перевести их именно в научную область. То есть, он пытается показать это как определенную науку. Итак, первое, то есть, что у нас есть, да, чего касаются наши с вами интеллектуальные спекуляции, наши с вами интеллектуальные размышления, каких вещей? Первое, того, что неотделимо от материи, существующей, да, или которая находится в интеллекте. Что оттуда берется? Это, конечно же, физика или естествознание. То есть, вот, мы пытаемся узнать, допустим, да, почему предмет горячий или почему предмет холодный. Хотя, он, смотрите, он этими свойствами сам по себе не обладает. Еще раз, да, не слушайте меня как физика ни в коем случае. Я вам просто пересказываю какую-то концепцию. Но, вот, само понятие быть горячим или холодным, оно существует вне зависимости от объекта. Дальше мы уже на этот объект, да, допустим, мы с вами берем, подогреваем воду. Это не свойство воды, это вы ее подогрели, да, то есть, вот, это не находится внутри нее, быть горячей, условно говоря, да, вы ее сами подогреваете, да, пельмешки туда просят. вы ее сами подогреваете, но это не в ней есть, да, вам надо понять, почему происходит такой механизм, да, то есть, вы ее наделяете каким-то свойством. У нее есть только возможность стать горячим, да, вот это вот очень важно понимать. Но, вот, есть какие-то свойства, которые все-таки неотделимы именно от материи, то есть, некоторые свойства, то есть, мы их можем представить, да, как, чтобы быть горячим, быть холодным, быть, там, я не знаю, в состоянии пара, там еще что-то, какие-то такие вещи и так далее. То есть, вот эти вот все вещи, они, именно должна заниматься физика. Однако, мы можем все-таки вот какие-то понятия и так далее, они будут наделены нашим, то есть, прошу прощения, да, мы будем придавать им значение, которое существует только в нашем сознании. Дальше, второе, это то, что отделено от материи в интеллекте, и это то, что как раз называется математикой. То есть, смотрите, да, вот как я еще раз привожу пример, да, математика здесь в самом широком смысле этого слова. Да, вот я вам показываю один листочек, а вы это можете просто, ну, как в учебниках, кстати, по математике, я просто сейчас читаю как раз учебники за первый класс по математике, они очень интересные, вдохновляющие и вдохновляющие, но на другом языке, для того, чтобы язык учить. Вот, там как раз показывают, вы знаете, один грибочек, там, например, одно яблочко и так далее, да, то есть, а дальше уже, что происходит потом в школе, вот это вот понятие яблоко, оно уже убирается и остается только существование один, то есть, вы как бы абстрагируете это все, да, вот это вот вторая функция, которая есть у науки, и третье, это то, что существует отдельно от материи и существует, но существует при этом в интеллекте. Это как раз те вещи, то есть, смотрите, да, здесь будет тоже такая проблема, что мы можем представить себе это, но мы это не можем помыслить, вот это уже будет теология, то есть, это вопросы об ангелах, богах и остальном, то есть, вот эти вот вопросы есть. Так, дальше, что еще у нас здесь с вами будет? Конечно же, это будет отношение, что, когда мы говорим о практической науке, о практической части философии, он говорит следующее, что для будущего счастья, то есть, практическая философия, она нас должна с вами привести к счастью, и это требует знания того, что такое хорошо. То есть, условно говоря, вы не можете знать, куда вы пойдете, а куда вы, ну, условно говоря, если вы не знаете вашу конечную цель, ну, вот вы куда-то идете бесцельно и так далее. То есть, вы должны априорно знать, что такое хорошо, к какой цели вы идете, к какой цели вы идете и к чему вы стремитесь. Дальше, что будет относиться, какие разделы будут относиться к практической части философии, это грамматика, поэзия и риторика, ну, и, конечно же, знание светского права. Да, то есть, знание, во-первых, о правящих государствах, то есть, вы должны знать о правах граждан, вы должны знать основу политологии, потому что, если вы не знаете основу политологии, то, конечно, вы будете очень плохо иметь представление о том, что происходит в обществе. Дальше, во-вторых, это, конечно же, наука о домашнем хозяйстве, об экономических отношениях между мужчиной и женщиной, это детьми и слугами, а также, да, обо всех домашних делах, то есть, вот эти вот вещи, которые он также очень так подчеркивает, да, это то, что называется экономика, то есть, экономическая составляющая, вы тоже в ней должны разбираться. Опять же, да, как вы будете разбираться в экономике, если вы не будете знать основ математики, вот это вот тоже будет так интересно. И третья наука, с помощью которой человек уже умеет управлять собой, это этика и мораль. И вот здесь, смотрите, он очень классно разграничивает, он говорит, ребят, да, вы можете строить, условно говоря, вашу семью, как экономическую коммуну, там, и так далее, кто-то чем-то занимается, и так далее, все круто, но еще вы все-таки при этом, при всем, должны быть моральным, и эти вещи, вы должны вообще-то разводить, то есть, вы должны разводить вот эти вот вещи. И дальше, да, цель практической философии постоянно стремиться к добру, постоянно стремиться к добру, благу и к добродетели. И дальше, да, то есть, что у нас здесь с вами еще есть, это то, что есть такая наука, как логика. Вот с логикой не совсем понятно, куда ее относить, потому что вообще логика сама по себе, она строится на грамматике. То есть, без грамматики вы никуда не сможете особо пойти. Итак, если еще раз попытаться разделить науки, которые вот он выводит прямо отдельным таким дискурсом, то это, с одной стороны, будет как раз физика, математика и теология. Это дисциплины такие теоретические. С другой же стороны, у нас есть с вами дисциплины практические, конечно, которые строятся на грамматике, риторике, поэтике, поэзии и прочем, но у вас первое должно быть вот такое вот именно вот это разделение о том, что существует как раз можно объединить под общее название социологии, куда мы вмещаем и политологию, и экономику. Это будет мораль и это будет, конечно же, так, прошу прощения, у нас будет тогда получается как раз политика, то есть, знание вот этого всего, экономика и мораль. То есть, друг к другу они как-то соответствуют. И то, что здесь у нас с вами есть, это, конечно же, логика. То есть, логика, она строится на грамматике, без грамматики вообще никуда, потому что грамматика и умение правильно строить предложение, это вообще основа основ. Поэтому это воспринимается Гундисалинусом как некоторая такая, ну, аксиома, наверное, да, которая не требует доказательств о том, что вообще-то во всех ваших действиях должна быть определенная логика. и вот дальше он говорит, что правда, она может быть известна, либо неизвестна, и примеры известных истин, которые у нас с вами есть. Это что, два, это больше, чем один, целое больше, чем его часть, но смотрите, что у нас здесь с вами есть. Вот эти вещи, да, на каком-то уровне вы это понимаете, но их-то тоже надо понимать, что их тоже, они требуют определенных доказательств. С другой же стороны, есть такие вещи, как неизвестная истина, то есть, например, что мир возник, вообще мир возникал или не возникал, или он вечен, да, вот эти вот истины, да, вот есть истина, которая нам очевидна, все, всем и так далее, а с другой стороны, есть вещи, которые не очевидны, но для нашего с вами автора это как раз будет история про богов, ну, прошу прощения, про бога, про ангелов, и так далее, они так или иначе требуют демонстрации, то есть, то, что мир был создан, это требует демонстрации, да, дальше мы уже должны дойти, и, условно говоря, мы должны доказать, как из вот наших размышлений, да, вот вы можете себе в голове что-то представить, дальше вы должны всем остальным это продемонстрировать, и вот, условно говоря, вот вашу идею этого перехода, как раз и будет осуществлять логика, поэтому вам очень важно, чтобы вы логикой обладали, поэтому можно представить, что логика, основываясь на грамматике, она позволяет нам совершить эту трансформацию, и приобщиться к божественному, а вы не забывайте заниматься логикой, развиваться, развиваться с помощью и нашего канала, в том числе, помогайте нам развивать наш канал, вот, мы вам всяких разных интересных философов тут подвозим, стараемся, вот, поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч, увидимся на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok